здравствуйте друзья всех приветствую у себя на канале у меня уже порядка двух недель находится данная модель и я все никак не мог вам ее на нее снять обзор потому что то гости у меня то я занят у работа то еще что-то и все это время с ней жил на самом видном месте находится у меня эта модель и вы знаете уже две недели я не могу от нее отрывай оторвать глаз то есть это модель которая действительно меня пленила и приковала все все внимание друзья встречаем компания ноунейм и это rolls-royce кулинат почему ноу-нейм давайте разбираться я не знаю я приобрел модель в которой впервые наверное за все время ну нет может быть и что-то попадалось у которой просто потрясающе все и нету название производителя давайте перейдем коробки я вам покажу что я не виду смотрите вот есть такая коробка матовая черная написано кулинар rolls-royce все очень правильно здесь и дишин в общем по всему стоило бы ожидать что здесь будет у нас ну как минимум киоши у них тоже кто смотрит мой обзор и вы видели у меня фантомы все в таких коробках все очень четко правильно но везде внизу здесь есть логотип киоши в этой коробке друзья вы не увидите ничего только предупреждение что от 14 лет данной модели не игрушка и все такое бла-бла-бла там держите от детей в общем внутри упаковка один в как у компании киоши все здесь выдает компанию киоши друзья но нет ни одного упоминания о том что данная модель сделана компания киоши еще ну тоже что-то похожее есть у компании king fight то есть они тоже делают под похожую упаковку но если уже конечно я говорю от тех в rolls-royce которые у меня есть трех фантомах и я понимаю о чем я говорю вот собственно по всему я прихожу к выводу что да возможно тут киоши что-то не не показал нам то есть не сделал но китайцы же не такие в общем тот же сами киоши заказывает какой-то китайской мануфактуры данные свои модели обзывает их киоши и потом выдает нам друзья но вот здесь надпись есть made in china и rolls-royce кулина больше мы здесь ничего не увидим по низу то есть я вам уже показываю снизу это самое простое чтобы могу показать потому что здесь друзья функционала просто завались это наверное самая функционально функциональная модель из тех которые у меня были и сейчас я думаю что это будет долгий обзор мы с вами это рассмотрим и начнем мы снизу как я обычно не делаю вот ну все здорово низ тоже можно долго рассматривать прекрасные глушители здесь все элементы в общем все очень круто здорово выглядит довольно детально и натурально так ну что у нас здесь модель которая весит мамочки сколько она весит я боюсь но под два килограмма это точно то есть это примерно плюс минус полтора два килограмма не могу точно определить но очень тяжелая прям ну действительно вещь берешь в руки и вот это действительно та самая вещь так друзья цвет у нас очень интересный цвет это скорее всего напоминает нам british racing green такой вот прям гоночный цвет и он на мой взгляд очень здорово смотрится на этом кулина здесь я видел очень большое количество недавно кстати гулял по лондону и почти ну пришел к такому мнению выводу по центру лондона что rolls-royce кулина это самое наверное теперь любимая богатыми британцами не только британцами жителями лондона самый был то есть самый любимый автомобиль их так много в лондоне что я я просто начал их фотографировать вот там друзьям отправлял как раз после того как у меня появилась данная моделька это было здорово так ну что собственно давайте начнем я уже вам принципе все по показал здесь по по экстерьеру вы уже вот частично все посмотрели но мы сейчас будем детально все изучать здесь действительно есть к чему не то что придраться то что парень понаблюдать и с чего можно действительно ну кайфануть и первым я наверное начну вот конечно с этой прекрасной мордочки такая она приятная все решеточки здесь сквозны естественно гриль тоже все очень детальненько четко ну прям завораживает и вот в каждой детали можно так вот долго присматриваться очень здорово и я еще немножко забегу так ну то что вперед просто вам скажу что приобрел эту модель на аукционе на ebay и это довольно редкая редкая как бы ну редкая возможность была кто-то выставил данную модельку я честно впервые видел за все время что продают именно ее на аукционе это было ну я понимал что в эту борьбу надо выигрывать в любом случае то есть и здесь уже даже даже не обсуждалось то есть сумма была уже то есть деньги уже были последним то есть мне нужно было эту модель забирать так как я для себя решил что я сейчас более не менее начну собирать именно rolls-royce мне захотелось вот так вот я посчитал то есть да не отказываюсь от bentley продолжаем тоже покупать bentley ну в принципе покупаю все но приоритете конечно rolls-royce и bentley друзья вы видите что я делаю я уже начинаю менять здесь маска то есть это очень легко делается да вот выстаскивается заглушечка которая у нас идет пластиковый цвет кузова и ставится дух экстаза который ну на мой взгляд очень тоже неплох но их заглушечка тоже очень нормальный вариант вот так что здесь у нас два варианта пользования вот но я вам показал так я оставлю все-таки заглушку потому что дальше мы будем тут не дай бог я его случайно зацеплю будет очень неприятно но мне 1 до допов всяких нету вот коробка шла в принципе я вам ее показал но она кое-где местами подмята и я не знаю может не чуть пропало вот и во время то есть может еще что-нибудь было вот по моему еще вот если честно не помню вот такая вот палочка вручалочка шла в комплекте и кажется это действительно от этой модели я просто уже столько моделей сейчас у меня новых появилось что я не помню откуда из лег но кажется отсюда так давайте откроем капот посмотрим взять 7 минут наговорил вам уже но поверьте это только начало я прошу прощения потому что тут действительно есть что наберитесь терпения есть что порассматривать давайте посмотрим эту прекрасную под капот очку вот я даже ближе вам к сожалению он вот здесь отличные механизмы открывания но он я не знаю почему но немножко про проседает вниз то есть она не держится в верхнем положении поэтому я немножко подержу ну здесь в принципе стандартная такая вот схема расположения есть поперечная такая вот дуга до которая там жесткость обеспечивает над двигателем вот есть еще всякие горловинки но скромно на самом деле здесь просто сделано и есть некоторые моменты которые тоже здесь мне понравились вот но не вдалеке находится вот там сеточки сливные такие вот где всякая жидкость может просочиться сливные здесь еще от листьев видимо какая-то защита сама вот здесь вот тоже мне нравится как реализовано вот это я всегда люблю эти моменты когда не голый капот из какой-то пластик прикрытие такой вот изоляция ну здорово на самом деле все смотрится и да друзья я сделал такое что я вам еще в кадр не показал то есть я сделал ровно точно так же как всегда делает компания киоша у них есть вот такая вот кнопка которая подымает именно капот сам и вот мы можем попасть внутрь посмотреть то есть да вот зазоры минимальные здесь очень он плотно становится его даже немножко надо отодвигать назад чтобы он плотно уселся но тем не менее он становится отлично здесь просто вот я еще раз говорю тут в любом моменте можно испытать кайф от любого того действия которое вы производите с этой моделью но всегда надо быть очень аккуратным потому что любое такое же действие может привести к каким-нибудь будьте всегда аккуратным не делайте негатив какой-нибудь потому что это очень дорогие модели и любое здесь поломка любого из элементов это довольно неприятно неприятно в первую очередь для себя так я уже вам открыл и начинаю показывать салон но я наверное неправильно сделал давайте я еще все-таки закрою его и мы рассмотрим с этой стороны потому что хочется отметить и колесные диски и логотип который вот здесь сделан отдельным элементом он шикарен просто вот rose-royce молодцы здесь прям вот изобразили как надо и очень очень детально его рассматривал вот складывающиеся из зеркала вот такой же элемент ровно так же как на фантоме от киоши то есть все делается ровно вот точно также двери естественно открывающиеся вперед назад то есть имею ввиду да вот диски мне нравится кстати вот именно такой вот рисунок дисков он неплох есть еще версия с такими но на мой взгляд не очень они идут этой этом автомобилю те диски в общем такой какой-то зигзагообразный там звезда какая-то собственно следующую какую-нибудь модель естественно я возьму именно с ними так чтобы у меня было все до кучи но эти честно нравится больше не более такие солидные и на мой взгляд куда больше подходят именно этому автомобилю так по этой части ну что в принципе все хорошо цвет окрас еще раз повторюсь мне очень сильно нравится я сперва думал что ну как бы может быть на картинках ну да вот картинка реально не передавала все яркости и красоты и прелести этой модели но в живую знаете мне так совпало что у меня как раз были гости в этот момент и принесли эту большую коробку посылку и они ну просто я очень долго и ждал и в общем это был выходной день мы уже такие были как бы все на веселее тут пришла посылка просто ну 8 вечера обычно такого не тут принесли эту посылку и все ну давай показываю в общем я пришлось открывать модель уже гостям показывать ребята они все просто были в восторге в таком шоке потому что ну люди которые далеки на самом деле от коллекционирования собиранием 18 масштаба ну просто вообще то есть это для них и когда им показал вот это для них это был просто космос для меня это была модель которая вызвала для меня шок который человек уже видел тысячи моделей да и у меня было все практически и у меня но люди которые впервые увидели масштабную модель 18 масштабе были такие они были просто в шоке они говорят так как такое может быть это все реально то есть это вот ну да потрогать посмотреть все дал то есть но в своих руках потому что мне было очень знаете мне всегда очень страшно давать людям которые не разбираются не понимают не знают где брать то есть это сразу что-нибудь зеркала летят все двери стекла в общем может быть но вот такой редкой модели это конечно может приобрести вообще очень очень плохой поворот поэтому был очень как бы ну да и хочется показать с одной стороны с другой стороны конечно уже переживаешь так друзья уже перешел постепенно к интерьеру и здесь здесь конечно ровно примерно все точно так же как и у модели киошевских вот смотрите до открываются двери мы видим такой вот ярко-оранжевый прям вот он действительно яркий яркий оранжевый салон простите здесь именно я наверное из этого сочетания и вот и загорелся этой моделью как бы по большей части конечно мне хотелось кулина но когда я увидел вот такое сочетание этого экстерьера интерьера то есть он вообще нет динамику апельсин конкретный вот апельсины это здорово друзья как много здесь функционала это тоже отдельный элемент в общем зонтики ну понятно давайте с привычных до элементов то что я вам уже показывал до зонтики в дверях это норма здесь это уже даже тоже не обсуждается все равно достану вам покажу вот он такой же как и ровно друзья ровно такой же зонтик тебя вот как и на моделях фантом от киоша примерно все точно так же выглядит но и за исключением там конечно есть разница в дверных картах у фантомов и у кулина но опять же открываются вот здесь вот эти подлокотники все действенно то есть здесь еще и даже вот эти столики поднимаются опускаются ну здесь все действительно здорово конечно сиденья двигается сами сиденья очень приятные на ощупь здесь есть оранжевый флок все круто вот это действительно знаете я уже так про себя его ну обозвал то есть это бриллиант коллекции то есть кулина это действительно тот самый бриллиант который там когда-то обработали или алмаз я сейчас не очень помню как но огромный такой вот по у самородок именно вот этот камень который скорее всего что это был алмаз и это действительно вот модель тоже очень очень похожа на такой вот даже скорее это бриллиант потому что он уже обработанный поэтому очень здорово прям вот еще раз вам покажут все тут просто круто все любой элемент на который вы обращаете свое внимание он доделан сделан и он очень сильно передает вам буду действительность то есть будь то динамики в дверях будь то сами карты дверные с ручками совсем то есть руль ну круто все работает все очень здорово и много элементов так естественно у нас передние вот открывается здесь этот куда-то улетает ну должен подниматься до открылась просто частично и как я не люблю такие моменты когда я вам все рассказала тут она взяла и улетела ладно потом найду обязательно я не открывал не пытался еще просто открыть разберемся с этим ничего страшного мелочь так давайте закрою двери и перейдем отсюда здесь у нас есть сдвижной люк в крыше сейчас аккуратненько вот открывается таким вот образом смотрите снаружи есть еще шторка которая тоже двигается то есть мы можем ее отдельно от люка открывать закрывать то есть вот она сдвижная и у нас теперь вот открытое пространство круто очень круто на самом деле это большой плюс вот у фантомов моих такого такого такой роскоши нет и кстати шторка это задняя вот она она уходит аж туда вот сюда то есть у нас есть панорамная крыша и она может ее либо закрыть либо открыть либо оставить то есть очень много то есть ну как пожелаете даст хотите полностью закрыть хотите частично то есть все очень реализовано круто здесь просто фантастическое решение так друзья переходим на заднюю часть на мой взгляд здесь тоже все очень здорово очень-очень красивый такой вот вид ну недавно была у меня на обзоре конечно модель 64 масштабе там все тоже открывалась тоже кулинан и мне захотелось естественно после 64 который я обычно не беру не собираю но мне захотелось взять 18 масштаб себе друзья и я теперь наверное самый счастливый потому что мне удалось его найти и но в принципе скажу даже по довольно адекватной цене хотя это все равно очень дорого так друзья вы видите что я уже произвожу такое действие часа подгоню его к вам смотрите здесь у нас тоже вот кстати это правда такая вот есть перегородка кулина вот до между задними заинут в салон получается даст такое остекление но для шумоизоляции говорят именно для этого смотрим здесь у нас пол который поднимается с этой стороны вот таким вот образом там у нас есть какой-то инструмент и что самое прикольное есть не знаю извлечь сейчас попробую включу вам если будет видно здесь есть аптечка вот она там находится вот такая серенькая типа либо инструментарий нет скорее всего что это инструментарий в 10 баллонный ключ какой-то ну и там есть вот инструменты скорее всего какие-то есть также аварийные остановки вот такой значок красный попробую покажу вам еще вот отсюда должно быть по идее видно ну вот он там находится такой вот закреплен естественно он несъемный вот но тем не менее круто так здесь у нас вы видите борт подымается здесь тоже у нас но вот такая вот перемычка как бы между бортом до чтобы у нас не в ничего не проседало никаких не было этих так пол здесь друзья пытался но скорее всего что он не открывается нет к сожалению этого не сделаешь вот но опять же оранжевый флок багажники это это апельсинка меня радует дико просто круто вообще молодцы очень здорово сделали много-много места здесь все реализовано на отлично эти петли ну смысле эти амортизаторы такие вот вот закрывается отлично и вверх тоже очень очень здорово сделал дверь в любом положении можно при оставить при открыть дворник у нас вот здесь под верху сверху находится тоже отличный элемент так друзья давайте рассмотрим еще с этой стороны и в этой модели когда покупал был небольшой нюанс а вот я ее взял с оторванным вот этим не то что оторваны вот эта часть до логотип rolls-royce где у нас находится колесо вот с этой стороны она выпала и получается что то ли расклеил историю рассохла в общем колесо имела свободный ход выходила но я не знаю пол капли клея то есть я вернул обратно заклеил вот все колесо теперь держится как ему и подобает в общем никаких ну все обратно не лезет я считаю все все здорово и обошлось такой вот просто еще один элемент открывающиеся здесь на фантомов такого нет это горловина бензобака вот она тоже отличный элемент тоже все очень реально крышечка из внутри здорово здорово хорошо сделано особо еще вот хочу отметить то как они здесь реализовали вот этот элемент хрома то есть линии все очень четко мне очень нравится здорово смотрится фантастика просто во всем здесь модель наверно одна из лучших что когда либо бывали в моей коллекции в моих руках в общем поэтому я тут с пристрастием просто все рассматриваю смотрю так вот улетевшая крышка сейчас мы вернем на место кстати ее можно спокойно да она просто видите ее нужно очень аккуратно вернуть на ее позицию и да можно принципе сюда пол капельки клея она никогда больше оттуда никуда не денется вот потому что знаете и проблема не в том а проблема в том что она со временем все-таки клей высыхает эти элементы вот под любым таким давлением они начинают проситься наружу и это в принципе нормально у многих модели происходит что-то подобное но ничего страшного это мелочь мелочи я к таким мелочам принципе уже привыкший так смотрите прикольно две двигаются сиденья вот задние у нас фиксированные сзади тоже есть под локотник тоже там я вам показал столики открываются в общем все очень-очень здорово так по моему еще здесь вот я не могу вспомнить нет это фантоме бардачок вот этот открывался здесь он нет здесь глухой ну дай бог с ним ничего страшного то есть мы так рады посмотрите этому салону ярок прекрасен блестит в общем действительно полный лакшери здесь четко здесь очень все классно четко и да я восхищаюсь ну просто этой моделью каждый день смотрю на ней понимаешь что я действительно приобрел шедевр и это настоящий бриллиант коллекции друзья супер очень доволен и все все меня радует за исключением того что я не знаю кто производитель что за китайцы сделали подарили нам такое такое чудо вот еще раз тут тоже зеркала складывается вот все но ровно так же как и с той стороны поэтому здорово я в восторге друзья непременно если попадется как-нибудь еще где-нибудь на аукционе возьму еще себе кулина не один-два-пять не знаю сколько друзья меня все я сливаю шлак весь и покупаю себе себе вот такие вот роскошные модели поэтому вам будет что посмотреть и ну как бы это забегая вперед скажу что есть еще одна модель которая вот-вот жду со дня на день и вы тоже скоро увидите на моем обзоре то есть все очень-очень будет нарядно так я уже постепенно перешел к тут вот активной подвески мы видим вы слышите да вот этот и так это к сожалению вот те самые вещи которые вам говорил это рассохшиеся клей на тормозных дисках которые теперь начали вот так вот бубенчиками звучать и ничего не поделаешь то есть либо снимать колеса как-нибудь образом их там склеивать но можно и так оставить в принципе ничего страшного особо нету никуда они оттуда не денутся в любом случае они будут на месте поэтому вот так так что еще с колесами continental резина все это написано размеры тоже написаны мы можем увидеть и спереди и сзади все очень четко ровно но в этом плане тоже все все отлично друзья супер очень сильно доволен как вы уже поняли это действительно одна из лучших моделей когда-либо побывавших моих руках непременно оставляю и и вас конечно же интересует цена цена данной модели в общем за эту модельку с аукциона ebay с доставкой то есть я купил здесь в англии она ниоткуда не приезжала то есть по стране приехала я заплатил 316 фунтов стерлингов друзья 316 фунтов стерлингов если вам не понятно то это примерно в евро скажу вам но что-то около 330 евро ну какой-нибудь там плюс-минус ну 325-330 евро вот за эту модель в том состоянии которое вы увидели с коробкой вот с такими вот с одним нюансом да я вам говорил что колесо выходило из пазов вот но капля клея и все вот все все машинка катается то есть все колеса на месте ничего не сломано ничего нет ломано то есть вот этот элементик сейчас будет просто оттуда пол капли клея на каждую из них вставлены все он там будет намертво так что это все решаемо просто и и продолжаем наслаждаться друзья было очень интересно вам показать данную модель мне действительно до сих пор по кайфу я думаю что еще долго буду и наслаждаться потому что я нашел для себя те модели которыми мне действительно нравится наслаждаться которые хочу у себя оставлять это это компания rolls-royce и все что они производят мне очень сильно нравится тем более от именитых производителей как таких как киоша но к сожалению мы не знаем кто сделал этот эту модель если вы знаете напишите мне в комментарии пожалуйста нибудь будет очень интересно мне к сожалению нету много времени чтобы я там искал смотрел находил я чужие обзоры тоже иногда бывает что смотрю на редко поэтому опять же пишите мне в комментариях это будет быстрее поэтому спасибо вам что посмотрели спасибо что остаетесь на моем канале вас впереди ждут еще очень много интересных моделей новинок то есть я все ожидаю так что очень в скором будущем буду вам показывать интересные модели достойные хороших обзоров друзья на этом все спасибо подписывайтесь кто это еще не сделал ставьте лайк комментируйте вам всем желаю удачи будьте здоровы до следующих обзоров всем пока